В Тракторозаводском районе полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. В результате проведения комплекса оперативных мероприятий задержан 20-летний житель Ставропольского края. Молодой человек был задержан на улице Салтыкова-Щедрина во время закладки наркотического средства в тайник. Установлено, что за один день он осуществил несколько закладок свертков с на территории Тракторозаводского района. В общей сложности полицейские изъяли из тайников 8 приготовленных к сбыту свертков. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей. От рук мошенников пострадал один из председателей сельскохозяйственного кооператива, расположенного в Даниловском районе Волгоградской области. В конце прошлого года он по договоренности приобрел семена для посадки, переведя на счет продавца полмиллиона рублей. На настоящего момента товар покупателю не поступил. Потерпевший обратился в полицию. Проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на установление и задержание злоумышленников. Полицейские в Дзержинском районе Волгограда задержали мошенницу, которая под видом соцработника приходила в дома пенсионеров и обманывала их. Под предлогом социальных выплат аферистка отдавала пожилым людям сувенирные банкноты, брав сдачи настоящими деньгами. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась неработающая ранее судимая 40-летняя Волгоградка. Мы просим обращаться в полицию всех, кто пострадал от противоправных действий задержанной по телефону управления городской полиции 93-01-11 или по каналу связи 02. У жителей Светлоярского района полицейские изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие. 63-летний житель поселка Нариман хранил в своем доме обрез ружья. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уважаемые граждане, полиция региона напоминает вам о неукоснительном соблюдении правил приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия. Помните, что эти действия допустимы в рамках закона и установленного им порядка. Нарушение этого порядка влечет за собой уголовное преследование, а вот добровольно выданное оружие поможет избежать проблем с законом.